Приветствую вас. Ну, вы знаете, ключевая проблема вашей истории в том, что вы не любите саму себя. Вы не любите саму себя, и вы привыкли к тому, что любовь проявляют исключительно только в виде негатива. То есть, как бы вы стремитесь к тому, чтобы вас всё время наказывали, вы стремитесь к тому, чтобы вас всё время отталкивали, чтобы причиняли боль, вот, ну, боль, какой-то боль, какой-то негатив, вот. И, соответственно, только поэтому вы, только на это вы и реагируете. Так тогда, как в остальных случаях, да, ну, во всех остальных случаях, вы не реагируете, вот, ибо просто не верите, не верите, что к вам можно относиться хорошо. То есть, не верите, не считаете себя достойной этого. Вот, ну, а достойной вы не считаете этого себя, потому что ваша мама, да, она, как бы, обращала внимание на вас только когда, соответственно, критиковала вас, только когда обесценивала вас, только когда ругала вас. Вот. Поэтому, соответственно, вы и ищете подтверждение точно такого же восприятия самой себя. То есть, у вас есть некая мировоззрительная позиция относительно того, какая вы и что из себя представляете вы, и вы пытаетесь активно эту позицию подкреплять постоянно. То есть, снова и снова вы подкрепляете эту позицию, что вы, ну, какая-то не такая, воспроизводя то, что вам говорила ваша мама о вас. Вот. Соответственно, соответственно, это корректируется, соответственно, это, безусловно, все раскрывается, вот, как и ваши чувства тоже. Следующее, следующее, да, значит, полное принятие себя, безусловное и полное принятие себя. Понимаете, то, что вы хотите любви, да, до паранойи хотите любви, это нормально. Потому что, ну, любви кончит каждый человек. Это нормально, это естественно, но при этом любовь в первую очередь вам нужно дать себе самой. до тех пор, пока вы себя не принимаете такой, вот, какая вы есть, до тех пор, пока вы критикуете себя, отвергаете себя, считаете, что с вами, там, ну, что-то не так, да, вот, и так далее. До тех пор вряд ли вы сможете выстраивать отношения, ну, адекватные отношения с мужчинами, потому что, ну, я надеюсь, вы понимаете, что это невозможно. В силу того, что мужчины всегда будут чувствовать, что вы растворяетесь, вы растворяетесь в них. А это мало когда бывает приятно, мало когда это бывает, ну, комфортно. Поэтому здесь вам нужно вот полностью принять себя и самостоятельно, самостоятельно, именно самостоятельно, что важно, удовлетворять свои потребности в любви. И только тогда, только тогда вы сможете адекватно выстраивать отношения с другими мужчинами. Вот. Сейчас же вам мужчина нужен исключительно только как средство и, по сути, для подкрепления своей экзистенциальной позиции. Это, безусловно, ну, как бы, не есть хорошо, да, потому что, что бы ни случилось, да, вы все равно будете воспринимать человека, вот. Любого человека вы будете воспринимать, только вот в этом, ну, в таком контексте, как бы, вот. И все, и все. То есть, другого, другого ничего не будет, по сути, делать. Вот. Поэтому, да, это работа, работа над собой. Дальше. Значит, примечательно, что вы пишете о том, что к психологу вам идти страшно, а мы тогда, как бы, кто? Если, если вам к психологу идти страшно, да, мы тогда, мы тогда, кто. То есть, эээ, вы не рассматриваете вариант, ээ, онлайн консультации. Например, по аудио-связи, когда во мной-нибудь просто говорите. Все, вот как бы вас и вас не будут, не будут видеть, вы не будете видеть человека. На мой взгляд, это наиболее хорошая и, так сказать, компромиссная форма взаимодействия с специалистами. Дальше, мама часто была не в духе и от ее настроения зависела вся атмосфера. А вот почему она была не в духе, то есть что ее беспокоило, что ее угнетало, что ее грызло, что она была не в духе. Можете вы ответить на этот вопрос? Можете ли вы ответить на вопрос, почему она так активно хотела того, что вы, ну чтобы вы делали то, что она хочет сошединить. Можете ли вы ответить на этот вопрос? То есть, можете ли вы сказать почему она так себя вела? Вот. Откуда такой контроль с её стороны? Так, к моим делам никто не прислушивался, ну, это вот подавление своих чувств, да, то есть, по сути, есть такой жизненный сценарий, да, он называется «Бесчувств», вот, и здесь, соответственно, во множество просто раскрыть свои чувства. Вот, могу сейчас сказать, что люблю её, скорее есть ненависть, ну, ненависть – это очень сильное чувство, я думаю, что вы обвиняете её в том, что она приложила руку к тому, что вы чувствуете себя сейчас не очень хорошо, я думаю, так. Вот. Ну, а переживаете вы из-за неё, когда ей плохо, опять же, это симптом эмоциональных, значит, эмоциональной зависимости, то есть вы зависимы. Вот. То есть, что стоит за переживанием? Нужно выяснять. Наверное, отсюда растут ноги моих неудач с мужчинами. Ну, понимаете, неудачи с мужчинами – это лишь часть проблемы, да, то есть, это лишь следствие проблемы. Неудачи с мужчинами – это лишь одно из проявлений проблем по сути. Вот. По факту же, по факту же, ситуация несколько усложняется тем, что вы к себе не прислушиваетесь, вы себя недооцениваете, вы не верите людям, когда они, например, вас хвалят. Вот. И, возможно, просто в мужчинах это проявляется, ну, в отношении к мужчинам это проявляется, возможно, сильнее всего. Вот. Но проблема, она несколько более, скажем так, глобальна. Несколько более глобальна. Проблема это, вот, в силу, в силу того, что, как бы, проявляется это не только в отношениях с, ну, с мужчинами. Вот. Проявляется это еще и в отношениях, в отношениях к себе, к другим и так далее. Понимаете? Какая история. И вот это, это уже куда более серьезно все, на самом деле. Вот. Поэтому я не думаю, что именно отношения с мужчинами стоит рассматривать как ключевую, ну, как ключевую форму, как ключевой аспект проблемы. Вот. Я думаю, что это одна из проблем, но не единственная. Вот. Понимаете, да, о чем идет речь? Можно сказать, например, о таких аспектах, как, допустим, женская модель поведения. Можно сказать о таком аспекте, как женская модель поведения. можно сказать, например, о таком аспекте, да, как отсутствие личных мотивов, личных, ну, целей, там, ценностей, да, ориентиров жизненных и так далее. Можно сказать, что ваши интересы и ваша реализация, опять же, вот, ну, личная реализация, да, она не дает вам живой обратной связи. То есть, как бы, вы не чувствуете, что вот это вот то дело, которым я занимаюсь, вот это то, чего я хочу, вот, что я буду этим заниматься и так далее. Вот. То есть, этого вполне нормально не происходит. Понимаете? И это тоже часть проблем, это тоже часть сложности. вот. Понимаете? Такая история. Так, ну, соответственно, дальше то, что вы описываете, да, это все, это все вот про это, то все про это. А брак, соответственно, побег от родителей, да, то есть, вы использовали брак, по сути, для своих целей. Вот. Так. Хочется полюбить, но вот хочется полюбить, это проявление потребности в любви. Вот. Так. Все, кто меня знает, говорят, что я бойку... Это маска, то есть, вы не искренне отношения к другим людям, боитесь бы казаться искренней. Вот. Хочется нормального мужчину. Для чего? Нормального мужчину хочется. Чтобы любить и любить любимой. Зачем? Да, то есть, как бы... Вот. А, дальше, пять лет назад. Так, вынести лучше? Нет, не вынести, но вы позволите. Да, то есть, у вас вот есть, как бы, перенос ответственность. Здесь. Вот. Так. Значит. Ну и, собственно, третья балльная, потому что я все испортил, загадал на стол. Что делать? Что делать? Работать с психологом. Читать вам что-либо ничего не поможет. Вот тут я своими коллегами согласен. А пока что дам вам два задания, которые вам необходимо поделать для себя. Да, это первое задание. Что вы себе не принимаете? Почему? Ну, просто напишите, вот какие качества, какие часы вы себе не принимаете. Вот. Источники и аргументы. Напишите, то есть, подумайте о выводах, которые вы делали по отношению к себе. То есть, вот, в каких ситуациях вы делаете выводы о себе или подкрепляете свои позиции о себе. Вот. То есть, например, когда вы ищете доказательство того, что мужчина встречается там, ну, ну, другой, да, другой женщиной. Вот. А вы это делаете зачем? Чтобы что? И когда вы увидите, да, когда вы увидите это, когда вы увидите это, то есть, если вы получите подтверждение, подтверждение того, что мужчина действительно встречается, что вы будете думать. Что вы будете думать в этот момент. Какой, какой вывод вы сделаете. Вот. А дальше, по поводу чувств. А какие чувства вы подавляете себе? Также аргументы, да, аргументы и источники. Как могли бы проявить эти чувства? Ну, то есть, пять способов, вот, приемлемые, приемлемые. Как могли бы проявить. Вот. Понятно. Надеюсь. Вот, собственно, это вот те задания, которые вам нужно делать. То есть, тут всегда ничего не поможет. Вам нужна именно, вам нужна именно работа над собой. Вот. Именно работа над собой. Именно взаимодействие, да, то есть, вот, чего боитесь, к психологу просто для начала. Да, почему страшно идти к психологу. Вот. И вот конкретно боитесь. Что думаете в этот момент? Порядмыслить на эту тему. Ну, и подумайте, вот, стоит ли того, что вы боитесь, да, вот вы сейчас чего-то боитесь, вы сейчас чего-то боитесь, вот стоит ли это того, что вы боитесь, того, что вы будете или можете быть всю жизнь одна, да, то есть, как бы, жить неполноценной жизнью, вот, и так далее. Вот. Стоит ли это того? То есть, стоит ли избегание такой цены? Кроме вас на этот вопрос больше никто не ответит. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.